Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф. Сегодня пятница, 14 июня. Время 20 часов 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его гарантией безопасности. Так мы назвали этот эфир. Понятно, что тема будет шире. Она связана не только с подписанием 13 июня. Соглашение о гарантиях безопасности на саммите Семерки между США и Украиной. Но и сегодняшними заявлениями Путина на расширенной коллегии МИД Российской Федерации. Где он в очередной раз продемонстрировал, что никаких намерений мирным путем урегулировать войну в Украине он не собирается. Я так делаю вывод. Более того, поставленный ультиматум не только Украине, но и Западу в целом. И вот об этом, обо всем мы поговорим с Андреем Андреевичем Пианковским. Нашим старым другом, который сегодня в очередной раз, как каждую неделю, присоединяется к нашему эфиру. Андрей Андреевич, рады вас приветствовать. Здравия мне. Добрый день, Марк. Добрый день, Костянтин. Но, разумеется, мы сегодня чуть раньше выходим в 20 часов по Киеву. Поэтому просьба большая к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Кто-то, если из России нас смотрит, по мессенджерам пересылайте. Очень эффективно, кстати сказать. Ну и ставьте лайки. Лайки, не скупитесь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Feigen Live, как и на канал в описании к этому видео. Андрея Андреевича Пианковского по его имени. Проходите по ссылке и подписывайтесь, смотрите видео там. Ну что ж, Андрей Андреевич, давайте сразу, как говорят, с местных карьеров по поводу этих двух вопросов. И связаны ли они только с швейцарским форумом, предстоящим вот-вот на днях по формуле Мира Зеленского, связаны сегодняшние заявления Путина или с соглашением о гарантиях безопасности в том числе. Похоже, что это как бы попытка отыграть свою роль со стороны Путина, но, по-моему, гораздо более далеко идущая. Это не только ответ Швейцарии, но и ответ Вашингтона, определенно, с моей личной точки зрения. Как вы эту ситуацию имеете? Я тоже вижу это, прежде всего, адресованных внутренней аудитории. Путин, ведь какие события фундаментальные, мне кажется, произошли в русско-украинской войне, ну, на наших глазах последние недели. Запад абсолютно избавился от страха перед ядерным шантажом Путина. Это достаточно доказательств, достаточно, могу процитировать, достаточно заявлений западных лидеров. Они уже просто смеются над этим шантажом. И, в общем, Путин, главное, что Путин, и что хуже для него и всего окружения, российская политическая верхушка поняла, что ставка Путина на войну победоносную с Западом, используя орудие ядерного шантажа, она провалилась. Ну, мы же помним это классическое Путинское заявление перед войной, на совместное заявление с Макроном, кстати. Мы понимаем, что мы уступаем Западу на конвенциональном уровне. Впервые он в этом жизни признался. Ну, потому что был он уверен, что это, что с продолжением его фразы заставит Запад смириться. Но у нас есть там необыкновенное преимущество и так далее в ядерной сфере. А самый день начала войны он дополнил тем, что если кто-либо посмеет из западных стран попытаться помешать тому, что мы делаем с Украиной, то их постигнут такие катастрофы, которые эти страны не видели за следующие эти истории. Ну вот, и сейчас давайте вернемся. Я немножко с другого угла смотрел на сегодняшнее выступление Путин. Я его дважды смотрел, достаточно большие отрывки по телевизору. Я обратил внимание на аудиторию. Это МИДовская аудитория, он читал книги. Да, конечно. Вот, посмотрите на них, я всем рекомендую. Там сидят очень угрюмые, очень скептически настроенные люди. Ну, конечно, они привыкли, эти же самые люди, рассылали мультиматумы 30-ти членам НАТО, помните? Они стучали ножкой по полу, письменно нам ответьте, когда вы отступаете на линию Баты и Жигашвили. Поэтому, а сейчас какие-то грозные заявления Путина, торговляшка, извините, для них это выглядело. Люди, которые хотели выйти, если не к Романшу, то, по крайней мере, к линии между Адриатикой и Балтийским морем, куда доходили Баты, в 1945-м и Жигашвили, в 1945-м, для них как-то скучноваты были дискуссии о границе по линиям Херсонской и Запорожской областей, бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Путин сменил внутреннюю задачу. Теперь ему важно продать населению непобедоносную войну над Западом, ему нужно продать некую почетную ничью, и вот в качестве такой запросной позиции сверху. Сегодня он заплатил совершенно немыслимую, он сам понимает, что это немыслимое требование, немыслимую, почетную ничью с захватом Запорожской и Херсонской областей. Очень интересный вопрос. Это же пусть они, пусть украинские войска выводят, выходят из российской территории определенной Конституцией Российской Федерации. Какой интересный способ нашел. Объявить там, в следующий раз можно объявить половину страны, принадлежащей, записать это в Конституцию, и потом говорить, что вот пусть выполняет нашу Конституцию и так далее. Потому что это часть выполнения большого плана. Ну, казалось бы, я уже обратил внимание на этом МИДовскую аудиторию, вообще советую смотреть российские аудитории пропагандистские, а у Соробьевских там не просто скептически, там истерика идет взаимная. Ну, потому что это болезненно. Отказ от ядерного штатажа – это очень болезненная процедура. Они же понимают, что… Они же помнят все заявления подняшки. Мы переходим на конвенциональную войну. Вот в частности, целиком на нудную аудиторию был рассчитан его такой стендапчик с Караганова. Помните? Специально вычислить этого… Да, понятно. Все это было отрепетировано. Вычислить этого маньяка, который с удовольствием изображал ядерного идиота. Ну, он в каком-то степени является даже на продвинутой стадии алкоголизма. Путин на его фоне выглядит этим мудрым государственным детям. Который, ну что вы, ядерная война невозможна. А зачем она нам? Мы выиграем войну. Мы выиграем ее на конвенциональном уровне, собрал Путин. Вот теперь, и какой чертов ядерная война? Какой там мы в рай, а они просто за***нут? Эта встреча с Карагановым проходила на экономическом форуме, на котором центральным событием было передача власти и собственности наследникам верхушки. Ну там, дети, соответственно, Ковальчука, Патрушева получили важные посты. А Путин впервые своих детишек, своих дочек он вытащил. Он им передает громадную собственность и обмесит собственность для них и властные позиции. Ну, старше-то передано миллиарды. Это же известно. У вас подробная передача была даже несколько лет. Путин же помешан на решение проблем бессмертия. Вот какие-то жулики с медицинскими дипломами эксплуатируют эту его страсть. И там миллиарды, и эти миллиарды будут ворочить мадам, я не знаю, какая, женщина номер один. Ну и женщина, то есть люди заняты реальными вещами, обустройством своим в новой России, в стране, потерпевшей поражение. Да, та война, которую Путин наветил. Кстати, он еще сегодня рассказывал, что он никакой Киев не хотел брать. Он туда подобрался, он выбросил десант на этот Гастомельский аэропорт, который был разбит. Оказывается, для того, чтобы побудить к мирным переговорам. Ну, в общем, очень изменилась установка, изменились концепции. Теперь Путин работает на почетную ничью. Ну и вот этот скептицизм, который мы читаем, посмотрите, очень показательные рожи были, товарищи из Министерства обороны. Он будет нарастать, он будет нарастать с каждым следующим неизбежным шагом обнуления путинской позиции. Так, нас 6,5 тысяч уже смотрят, и 2 с лишним тысячи поставили лайки. Еще раз призываю, те, кто присоединяется, мы только 10 минут в эфире, к нам, к эфиру. Пожалуйста, помогите это сделать и другим зрителям, поскольку они не знают. Мы чуть раньше выходим на час обычного времени, поэтому, пожалуйста, ссылки размещайте. Они подтянутся к нам на эфир, это сильно нам поможет. Смотрите, Андрей Андреевич, можно ли сказать, на ваш взгляд, глядя из Вашингтона, что последовательность событий вот этих саммитов летних, сейчас сначала, ну вот будем считать, нормандское празднование, которое сопровождалось переговорами Зеленского с тем же Байденом, с тем же Макроном. Вот теперь семерка, 13-го числа, вчера, где подписан был важный документ соглашения о гарантии безопасности, предстоящий в июле, ну теперь в Швейцарии саммит по формуле мира, а следующий июльский саммит празднования 75-летия Североатлантической альянсы, который принимает Вашингтон. И ряд других, видимо, событий, которые будут сопровождать, они сами по себе создают базу договоренностей для того, чтобы решить несколько важных задач. Первое, это действительно продолжать поддержку Украины в нужной ей степени. Второе, не допустить российского наступления в 2024 году, чтобы оно не было по своим результатам превосходящим контрнаступление 2023 года Украины. И третье, повлиять, возможно, если не на исход выборов в Америке, Трамп или Байден, то как минимум сделать необратимой поддержку Украины, потому что об этом сегодня Вашингтон пост написал, что вот, мол, подписали соглашение между Украиной и Соединенные Штаты о гарантии безопасности, а вот будущий президент, если это будет Трамп, то, в принципе, может и отменить это соглашение, а Конгресс не ратифицировать его, это соглашение между Украиной и Вашингтоном. Вот как вы на это смотрите, действительно ли необратима политика поддержки Украины, потому что вопрос о ее обратимости стоял все шесть месяцев, пока утверждалась помощь в размере 61 миллиарда Конгресса. Но, честно говоря, возникали вопросы, а нет ли в этом такой заданности, что, в общем, сливают Украину под переговоры, а Путин тут как тут, смотрите, со своим капитализационным планом. Вот о чем речь. Да, это самый главный вопрос, что касается Соединенных Штатов. Мы же помним, чем закончилась, как закончилась эта шестимечная пауза, она закончилась по существу такой революции раввиновского крыва республиканской партии внутри палаты представителей, которую возглавили три, я их называю, три мушкетера, три замечательных республиканца, председатели комитета по иностранным делам, Маком, по обороне Ронжерс и по разведке Тернер. Эти люди, мы с вами выглядели этих людей еще в январе месяце, когда они опубликовали доклад о победе в Украине. Доклад очень критический по отношению к инвестиции Байдена, как раз с точки зрения недостаточной помощи Украине. То есть позиция была совершенно противоположная Трамповскому крылу. Ну и, в общем, им удалось преодолеть сопротивление Трамповского крыла. Я думаю, ну и триумфальное голосование было. И, в общем, что касается необратимости, гарантирует ситуацию в Конгрессе. В результате этой революции Роганского крыла, я ее называю именно так. Кстати, они явно пошли, ну я не знаю, на молчаливые, а может быть, как-то и зафиксированные соглашения с Трампом. Что вот, хорошо, мы поддерживаем твою кандидатуру, мы понимаем, что у тебя уже большинство выборщиков, ты был шибер, но ты заткнешься по Украине. И заткнешь глотку вот той своей храни, которая бегает, там эти 15-20 человек и блокирует, во главе с Тейлор Грин, который блокирует законопроекты, всякие гадости говорят по Украине. Кстати, вчера был интересный эпизод. Трамп посетил Конгресс после долгого перерыва, встречался с революционными, и там вот эта последняя сумасшедшая, ненавидящая Украину, она начала ему жаловаться, что вот почему этот попан-п***н Джонсон изменил нашему республиканскому делу, провел закон. Он сказал, не обижайте, не обижайте, не смейте критиковать Джонсона. Вот, поэтому он хочет избираться, а он понимает, что значительная часть республиканцев, они очень твердо поддерживают Украину. То есть в результате я бы сказал, что вот положение этого соглашения, о чем это соглашение? Оно не столько о помощи Украине сегодня, оно о выполнении третьей задачи Запада, обеспечения гарантии того, чтобы после своего поражения Россия никогда не повторила эту агрессию снова. Вот об этом я ищу в 10-летнем сроке. Я вот уже давно говорю, что я как-то спокойнее смотрю на президентские выборы, что уровень поддержки Соединёнными Штатами, он не идеален, кстати, я потом попытаюсь сравнить его с французским сейчас, но он инвариантен относительно выборов. Сложилось устойчивое проукраинское божество в конкретно. Оно выражается в цифрах, которые продемонстрированы были голосованиями. Это 80 против 20 в Сенате, то есть 50 демократов, 30 республиканцев. И это примерно 360 против 70 в Палате представителей. Судя по всем раскладам, выборы, они же все проходят. Примерно это же соотношение, очень твёрдое в пользу Украины, оно сохранится. Оно сохранится. Ну а кроме того, я полагаю, что до 21 января 2015 года достаточно прожил так времени, чтобы события трансформировались достаточно радикально и на поле боя в Украине. Этого мы тоже, надеюсь, сегодня коснёмся. Так что у меня нет опасений относительно преемственности американской политики. А ещё я добавлю, что вот я, помните, месяца два назад я во всех стримах активно посылал совет господину Байдену. Я ему говорил, что для него выигрышным политическим шагом, для его политического будущего, местного истории, было бы заявить сейчас, что вот волей судьбы, особенно после нападения террористов на Израиль, я как бы оказался во главе свободного мира, которому брошен вызов врагов свободы террористических государств. Выполнение этой роли требует концентрации всех моих сил. Оно несовместимо с ролью претендента на президентский мир. Поэтому я отказываюсь участвовать в ГБР, буду выполнять свою роль президента как лидера дружанных сил Соединённых Штатов и лидера свободного мира, а демократическая партия сможет избрать достойного кандидата. Вот сегодня статьи Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост полны статьями вот с такими же рекомендациями. Но эти рекомендации запоздалые. Кстати, я думаю, что не только Байден, но и Байден, и Трамп, да и вся политическая Америка двигаются, осталось, сколько дней осталось, две недели до катастрофы, которые будут, конечно, дебаты Байдена. Почему катастрофа? И Трампа. Ну, оба эти человеки, они за каждые пять минут на экране любого из этих двух людей показывают, что эти люди абсолютно не соответствуют требованиям быть лидерами свободного мира в такой тяжёлый момент. А полтора часа их дискуссии, ну, Байден, Байден, во-первых, просто не способен полуторжу с собой дискуссию выдерживать. Он направил конференции в какой-то заготовленный вопрос на картонках. Ну, Трамп тоже невеликий оратор. Ну, то, что Америка не имеет других кандидатов, это колоссальная риска иритация американской политической системы. Я лично вижу, например, двух прекрасных кандидатов в Веспубликанской партии. К сожалению, я не вижу ни одного в демократической партии сегодня. А в Веспубликанской партии, опять же, это моя любимая Ника Хейли и вот новый, поднявшийся, похвалит сейчас лидер, харизматический лидер рейтинговского большинства, это Майкл Макком. Оба этих человека были бы замечательным президентом. Кстати, мы же помним, что и выиграли бы у Баргена и любого демократического кандидата гораздо больше преимуществом, Трамп. Но это внутриамериканские дела, нас они интересуют постольку, поскольку для нас главная способность Соединенных Штатов оказывать поддержку сражающих в Калинии. Я считаю, что вот эти две революции, которые произошли на наших глазах, это революция Макрона, которая сделала заявку на роль лидера свободного мира и безусловно вдохновленная ею революция республиканцев. Она поставила сейчас по существу два центра помощи Украине в определенные задачи. И Макрон, и Маккол в своих публичных заявлениях не скрывают задачи, которые они ставят под собой и не боятся повторять те слова, которые я наблюдал за дедушкой Байдена. Вот этих слов он все-таки ни разу не произнес за эти дни. Он произнес очень правильные слова. Прекрасный зачин был в Нормандской конференции, на которой и Макрон, и Байден, и другие эраторы по существу проводили основной тезис нормандских встреч был Путин это Гитлер сегодня. И мы должны не повторить ошибки 30-х годов прошлого строительства. Но Байден ни разу не произнес слова поражения в России, что мы стремимся на поддержку. Но Маккол произносит меня такое разделение сил устраивает. Вот оно примерно на ближайшую перспективу оно становилось на поле боя и оно будет реализовываться следующим способом. Макрон и его коалициев Биллинг, о котором он говорит с нарастающей уверенностью, коалициев Биллинг, которые готовы посылать военнослужащих в Украину, она будет решать задачу создания украинского превосходства в воздухе, которая, как я уже все эти три месяца доказываю аудитории, она невозможна, в рамках вот последней еще оставшейся красной линии, что пилотами западных самолетов должны быть только украинские летчики. Американцы не готовы посылать своих летчиков, но американцы берут на себя задачи, ту, которую не мог бы выполнить Европу, это она на наших глазах решается, достаточно количества снарядов, ракет, такое основное вооружение войны. Мы видим, как изменилось отношение сил на линии фронта, и даже быстрее, чем мы ожидали, захлебнулось российское наступление. Вот, так давайте тогда перейдем к моей любимой теме, как же будет развиваться событие, почему я полагаю, что до 21 января больше года ситуация в войне должна кардинально измениться и измениться в нашем пути. Ну вот, прошедшие события за последние годы, наступление России в начале войны, потом контрнаступление украинцев в 22 году, наступление русских недавняя во время этой голодной пары, она показала, что вот на этой громадной линии фронта, тысячи километров, ее прорыв невозможен, ни для одной стороны. Ну, во-первых, в силу вот той патрой ситуации, аналогии с Первой мировой войной, которая провел еще менял заложенный в своей знаменитой статье, на каком-то ситуации, еще резко усложнилось для ведения активных боевых действий с применением дронов. Дроны же позволяют иметь полную информацию друг о друге, потом немедленно уничтожать любые концентрированное количество техники, личного состава и так далее. То есть никакие маневры, там, никакие ганнибалы, Наполеоны, Манштейны, или там генералы Жуковы, может быть, они немыслимые в этой ситуации, это патрой ситуации. Манштейны, она могла разрешиться дважды раньше, в начале еще, в 22-м году, во время Харьковского Херсонского наступления ВСУ, когда посуществующая линия обороны, так называемая линия Суровикина, не была выстрелена. Если бы тогда, уже тогда Украина получила это оружие, которое она имеет сейчас, то они бы прорвали эту линию и закончили. И она могла бы в другую сторону прорваться, если бы эта шестимесячная пауза, где соотношение снарядах, выпускаемых в единицу времени, доходило до 10 к 1, если бы эта пауза прорвалась бы еще месяц, два, то русские вполне могли прорвать фронт. Теперь ни одна из сторон фронт прорвать не может. Там полная патрой ситуации. Но этим не исчерпывается картина русско-украинской войны. У нее есть так называемый центр тяжести войны по каузе. Это Крымский полуостров, в котором ситуация совершенно иная, в котором практически голыми руками, без авиации, без флота. Даже во время этой паузы, когда у русских была инициатива, украинцев все время расстрадовали успехами именно в Крыму. Ну, они выбросили здесь фактически военный морской флот российский из Крымских портов, и они сегодня каждый день уничтожают там полномерную авиацию. Сто примерно современных самолетов, о которых идет речь уже два года, почему-то Абф-16, но это не обязательно должно быть 16, сто современных самолетов просто решили бы исход этой войны, они сделали абсолютно незащитимой позицию русских в Крыму, русские были вышиблены оттуда, ну и флаг джота Балакитни над Севастополем означало для Путина то же самое, что англо-французский флаг для Николая Первого в 1855 году. Николай Первый тоньше чувствовал перспективу, он не дожил на взятие союзников Севастополя, он предвидел его и умер, ну фактически легенда гласит, что он отказался лечиться простудившись, ну Путин будет иначе реагировать на эту ситуацию. Вот, это позитивная сторона и ясно, что как основной пропонент этой теории двухкамерной войны и воздушного удара по Севастополю, я в последнее время очень внимательно изучаю всю литературу по этому вопросу и выяснилось, что ответить на вопрос а почему почему вот эти французские миражи, британские тайфуны и шведские реппины, почему они не появятся в небе в Акраине завтра уже, а в чем собственно пауза? Ну, дело в том, что авиация, пусть вылечили это создание авиации Авиации НАТО над небом Акраины, это очень системная задача, вот это линия красной линии, которую мы сами себя провели о том, что только украинские билеты, она была, во-первых, политически она была неверной, но она аналогистически была просто совершенно неадекватной ситуацией, что это означало, что вот нам уже два года сообщали, что готовится 40 украинских летчиков, что-нибудь вот-вот-вот. Ну, во-первых, это было сложно готовить, но вот-вот 40 украинских летчиков появится, но это же, нужны же не индивидуальные летчики, нужны слаженные, слаженные авиационные подразделения, боевые эскадрильи, дело не только летчиков, на каждого летчика должны приходиться техники, мейнтейнеры, диспетчеры, инфраструктура, инфраструктура аэропортов, это громадная логистика, над ней никто не думал до недавнего времени, потому что вот находились в плену, ну, вот летчики украинские подготовятся, и все было замечательно. Вот мы, насколько я понимаю, сейчас как раз вот та коалиция в Вилинг, которую формирует Макрон, там появился некий мозговой штаб, который он думает над этой операцией, и вот явное свидетельство об этом это шведская инициатива, шведы предоставляют два по существу руководителя, два самолета аналога американских известных, которые выполняют контрольные функции для всей этой армады. И тут уже явно никаких украинских пилотов не может идти речи. Экипаж этих самолетов там 6-7 человек, они давно готовятся, специалисты шведские. Тут ясно будут не украинские пилоты. Вот вся эта аэродромы, конечно, должны быть подготовлены, и это уже не скрывается. Это любимая тема российских экспертов, как мы будем бить по по польским, румынским и финским аэродромам, когда тут будут подниматься самолеты на Атолье. Кстати, российские эксперты этот сценарий как раз обсуждают более подробно. Они видят эту угрозу, несомненно. и вот забавно смотреть, как после отказа, после что явного Путина от демонстрации, ну, что сказать отказа, по инерции он что-то продолжает говорить о ядерных бомбах, и Лукашенко ощупывает какие-то якобы ядерные ракеты, которые ему понижают. Но в принципе эта голова закончена. Они думают о конвенциональной войне, и это сказывается в спектре угроз. Они угрожают чем? Мы будем убивать английских и французских пилотов. Конечно, будете убивать. Они для того и появятся, для того, чтобы убивать вас и возможно тоже терять свои жизни на войне. Мы будем, особенно меня умиляет угроза, мы будем наносить удары по польским и румынским. Ну, миленькие, вот этого мы все и ждем, когда об этом мы мечтали. Об этом мы, миленькие, мечтали. Тут ваше п***е придет сразу. Конечно, конечно. А зачем это долгое ожидание этого ужасного конца? Лучше уже наконец уже путь, а не вот этим и объясняется. Посмотрите, вот наружи мидовских, они все это, они все так, так что вот, к сожалению, я снимаю свой тезис о том, что это Армана может появиться буквально через неделю, нет. было потеряно два года, вот по разговору о том, что прилетят замечательные 40 пилотов, все решат, было потеряно, во-первых, нужно как минимум 100, как минимум 100 самолетов F-16, общения F-35, Миражей, Риппенов, Тайфунов, для этого, я уверен, что этот штаб работает внутри коалиции офф-биллинг, но это потребует наверное нескольких недель. Я думаю к саммиту НАТО, к саммиту НАТО. Но вот это связано вот обеспечением бесполетной зоны, которую так активно обсуждают на территории Украины, и это то последний шаг, который может уже Москву окончательно выбесить. Мак, так она де-фак, не надо объявлять 100 самолетов теории. Они, конечно, обеспечивают. Они де-фак, обеспечивают. Каждый самолет F-16, любой классный, он двойной функции, он истребитель, он и летающая крепость ПВО. Ну просто он по дальности, да, кстати, совершенно иначе на них заиграют эти британские и французские ракеты Стоншеда и Скалп, потому что они-то предназначены для этих, это какие-то корейнские умельцы на коленке приделали на цатке на советские там суды МИГИС, чтобы эти ракеты исполнили. То есть это изменение правил игры полностью. 100 самолетов современных появляющих. Но это серьезная логистическая проблема. Даю месяц западному военному сообществу решение этой проблемы. Ну я, кстати, хочу сказать, что и когда обсуждалось то, что ну типа когда уж там будет возможность получать оружие западное, которое можно будет использовать для отсвета территории Украины, мало кто верил. Потом мало кто верил, что все-таки передадут те средства, которые передадут. Также не верили в то, что инструкторы появятся. Конечно, они уже появились одиночным образом из западных контингентов, из французского, прежде всего, возможно, британского, пентагона, они уже на территории Украины, конечно, есть. Это очевидно. Вопрос в их публичности, чтобы показать, что нет, ведь здесь символическая сторона, запад не боится, он может прислать свои... Это решено. Но есть, вот как я выяснил для себя и пытаюсь на себе историю, очень серьезные логистические проблемы все это организации. Организация по всему военно-воздушной армии и НАТО не бывает. Ну, безусловно, конечно, да. Для этого должен быть громадный штаб, должны быть люди, которые только над этим должны думать. И я не сомневаюсь, что именно так. Макрон говорил подчеркнул две вещи, и в Нормандии, и на Большой Семерке, что он пошлет «Миражи», и что он пошлет технических специалистов. Ну, соедините два этих тейса, в том числе он пошлет технических специалистов, конечно, и в кабинах этих «Миражей». Что же нам сомневаться-то? Уже все скажем. Сейчас нет уже никаких психологических и политических препятствий. Есть логистика организации серьезной военно-воздушной армии, состоящей из ста самолетов, слаженно работающих в мире Украины. Ну да, мысль интересная. Одиннадцать с половиной, чуть больше тысяч нас сейчас смотрят, и почти пять тысяч поставили свои лайки, и у меня просьба к тем второй половине, там почти шесть с половиной тысяч, вы, пожалуйста, тоже догоните, остальных просто щелкните лайк, тоже поможете нам, и вы обязательно подписывайтесь на канал «Фейгенлаф» и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Мы 35 почти минут в эфире, у нас немного совсем еще времени есть. Вот смотрите, Андрей Андреевич, давайте тогда все-таки прокинемся снова к Москве, чтобы понять ее реактивность. Вот мы обсудили выступление Путина, а вот как вы видите, уже спустя какое-то время, ну с мая месяца, там добрых уже полтора месяца прошло, вот это зачистку генералитета, там отказались выпускать и значит с меры от даже находящихся того же генерал-майор Попова, но я сейчас не оберу чистых мошенников и коррупционеров типа Тимура Иванова из окружения Шойгу и так далее, а вот этих вот коронных генеральчиков, зама, зама по связи значит генерала армии Герасимова из генштаба, вот этого кадровика, из Минобороны и там помельче есть полковников некоторых прихватили и так далее, все-таки можно это трактовать ну и с учетом того а где Суровики, а где Мизинцев, а где все эти генералы, которые чуть ли не возглавляли специальную военную операцию так называемую, Мизинцев тоже кстати его руководитель какой-то генерал Дворников помните Дворников, где этот Дворников, где все эти люди, понимаете, вот они и вы значит ли это, что Путин все-таки вот с учетом всех факторов, о которых мы перечислили выше, выше реально, это подтверждает, что он опасается какого-то возмущения внутри АРМ, то есть типа хуй дохнуть, в чем мы дохнем, да, то есть он значит сидит там по глобусу значит водит, а мы-то здесь в окопчиках, нам все эти ловить скальпы, нам ловить эти стоуншедосы, хаймерсы, говорят, что вот захлебнувшиеся наступления на Харьковском направлении, оно вызвано как раз ударами хаймерсов, ну таких на небольшое расстояние летающих, в приграничных районах уничтожено логистические базы штабы, частью скопления личного состава, это все произвело известное впечатление, в общем, для Путина вот такая превентивная мера перед, собственно, попыткой наступления, которая была осуществлена на Харьковском направлении, в частности, это как раз была попытка защитить себя от возможного какого-то такого недовольства, потенциально оно нереальное, но тем не менее, он же на опережение пытается действовать, он же видел, что происходило в июне, ровно год назад, 23-24 июня, конечно, не было с Хебелом, в общем, не было с Хебелом. Вот как вы это видите? Ну, это как раз вот та смена концепции, которую говорит, человек два года продолжал себя видеть, возможно, властелином мире. Да. И работа на эту цель. Сейчас он понял, что этого не получится, как и Остапа Бендера, надо переквалифицироваться на правдобе, он переквалифицируется на почетную ничью, на и теперь его задача сохранить власть в проигравшей по большому счету в стране, проигравшей по большому счету войну. Для этого нужно сейчас всегда назвать причину виновников. Вот чистка генералитета предыдущего означает, что виновником будет назван и уже называется генералитет. Кстати, эту чистку с удовольствием приняла контрразведка ФСБ, потому что вы помните, какое было настроение после первых неудач, после провала похода на Киев, открыто фактически обвиняли прежде всего ФСБ, что ФСБ отдавало неправильную информацию о том, что будут встречать цветами и так далее. Но вот ФСБ с удовольствием выполняет установку Фюрера, основным виновником будут названы военные. Вот это и делается. И, кстати, другой связь от отказа от концепции ядерного шантажа это позорное перемещение Патрушева к помощнике по кораблестроению. Потому что мы с вами, как никто знает, мы с вами годами прослеживали патрушские попытки изменить доктрину военной доктрине Российской Федерации и внушить изделия использования ядерное оружие в региональных и даже ваканских конфликтах. Патрушев был отец вот этой концепции. Путин ему поверил. Она провалилась. Хотя Путин говорит о том, что он собирается внести в ядерную доктрину изменения. Видимо, речь идет о превентивных ударах. Ну, этого требовал Патрушев как раз. Но это все уже после той драки, после которой кулаками не машет. Важно ведь, понимаете, когда Пианковский рассказывал, что есть три причины, по которым Путин не использует ядерное оружие, это одно. А когда мы видим, что западные лидеры, премьер-министры, генераль-искоритар просто смеются над путинским ядерным шантажом, значит, они знают нечто большее. Это также, помните, то есть, знают то же самое, что и я, но они знают из средств в смысле электронной разбитки. Помните, американцы поражали нас точностью предсказания о поведении русских в последнюю неделю перед вторжением. И даже там спасли мир от двух серьезных провокаций, которые за несколько дней намечал Путин какой-то страшный удар по-донецку. Они слушают, вряд ли у них есть такая human источники, если они слушали переговоры Меркель, то они слушают и знают, что творится в окружении Путина. Они понимают, что вопрос с единым шантажом закрыт. Человек занят другой проблемой. Ну, кстати, посмотрите, мы с вами вспомнили эту беседу с Караганом. А чем еще было? Под каким еще под каким знаменем прошло эта книжечка форма? Знаменем передачи власти и собственности наследникам. Ну, второму поколению. Слушайте, человек, который готовится нажать на кнопку весь мир в труху самому в рай их они просто *** они просто *** он не занимается обеспечиванием миллиардных заказов для своей дочки. метод институт бессмертия на повышение политического веса своих родственников. Нет, он занят вполне земными делами. Он же совершенно вот нужно максимально зафиксировать убытки и продать населению почетную чу. аут. Это его общая стала. Кровава будет остановка на эти два месяца. Я уже сказал, что для того, чтобы вот эта воздушная армия НАТО, пусть это несколько громко, я так называю 100 самолетов НАТО, эта армия будет достаточной для фактического введения новой флайзон, для уничтожения остатков российской операции и для освобождения Крыма. Но теперь вот когда погрузился подробнее в армистические проблемы этой операции, я понял, что это не две недели, а два месяца может потребовать. Он отчаянный использователь два месяца для жесточайших террористических атак на Украину, уничтожения инфраструктуры, уничтожения мирных кварталов и городов. Все для того, чтобы успеть каким-то образом вызвать в Украине такое настроение отчаяния. Ну, там же есть такая группа людей, в любой воюющей стране она всегда есть, которая продвигает наркотичную может быть для спасения жизни. Так, вы меня слушаете, Марк? Да, я вас слушаю. так, может нам все-таки пойти на педемию. Он хочет навязать, навязать вариант Кореи, пока вот не появилась обмана. То есть ближайшие два месяца они решающие. Ну, если хотите мое мнение, я-то уверен, что никакую Корею в Украине не согласится. Ну, она согласилась, б, если бы была такая линия фронта, в которой невозможен прорыв, и все. Если бы перспективой была многолетняя борьба до линии фронта, тогда был бы смысл сохраниться, обезопасить большую часть корейский план невозможен, потому что я напомню, что при существовании двух Корей никто не мог Южной Кореи навязать внеблокового статуса. Идите нахуй, бы они ответили. Они как раз разместили у тебя американские базы. 500 тысяч. Это не просто корейский вариант, а какой-то, я бы сказал, марсианский вариант, при котором, значит, и территории все отдайте, которые еще занимают свои же Украина, там, войска МВСО, да еще и внеблоковый статус, ни в коем случае дать гарантии не вступления в НАТО, вывести все вооружения, там, и все остальное связано в НАТО. С какой стати? Вы получаете Северную Корею, какого, претендуете еще и на статус и суверенитет Южной Кореи? Ну, какой же это Корея? Совершенно верно, но я к этому добавляю, что какого, на это идти, что если у нас есть в нашем распоряжении абсолютно логичный, абсолютно реализуемый план победы авиации и освобождения Крыма? Ну да, ну что же, почти 45 минут мы были в эфире, больше 13 тысяч нас смотрит, около 6 тысяч поставили такие свои лайки, мы благодарим Андрея Андреевича Пьянковского, который провел это время с нами, благодарим зрителей, что вы присоединились к нам сегодня, просьба большая, ссылки на этот эфир все-таки размещать в своих аккаунтах в самих сетях группах, также обязательно подписываться на канал Фейгин Лайв и на канал Андрея Андреевича Пьянковского в описании к этому видео, вы обнаружите его легко по имени Андрей Пьянковский. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное, спасибо. Продолжение следует...